На немецком телеканале АРД вышла очередная часть фильма о допинге в российском спорте. В основе сюжета снова информация из неких секретных источников, а многие факты с приставкой якобы. Главные действующие лица по-прежнему наши атлеты, тренеры и даже высокие чиновники. Николай Соколов посмотрел немецкое кино. Это уже как телесериал, где очередная серия лишь подливает масло в спортивный огонь, но не дает ответов. Новый фильм телеканала АРД вновь рассказывает о якобы допинге в российском спорте. В основе старые кадры и частично уже показанное ранее интервью. Главный способ повествования – риторический вопрос. Доказательства основаны только на показаниях третьих лиц и анонимных письмах. Одно из них, как утверждает съемочная группа, прислали буквально с сообщением на телефон автора. Это фрагмент корпоративной переписки. Речь о взятой допинг-пробе 17 августа 2014 года у одного из футболистов клуба «Краснодар». В тот день играл с Ростовом. Переписка спустя пять дней. В ней вопрос согласования с человеком по аббревиатуре ВЛ – дальнейшей судьбы обнародования положительного теста. Вещества гексарелин – это стимулятор секреции гормона роста. Часто используют в бодибилдинге. Любопытно, но если обратить внимание и сделать стоп-кадр, то вся переписка почему-то идет с помощью почтового сервиса США. Подобные сайты российские госслужащие стараются не использовать. Главное доказательство – переписка, которую любой школьник может сделать в текстовой программе. То есть несложно придумать такое письмо. Подлинников в фильме не показывают. Аббревиатура ВЛ переводится авторами фильма на латиницу для эффекта. Сам министр спорта пока новых комментариев не давал. Но накануне выхода фильма с прессой поделился своим мнением. Это длится уже полтора года. Такое огромное внимание к российскому спорту, телеканалу РД. Цель его понятна. Других изданий накануне заседания комиссии по восстановлению легкой атлетики повлияет на эту комиссию. Она совершенно очевидна и понятна. Риторических вопросов в фильме много. Например, это кадры, которые сняли в Сочи во время тренировок атлетов. В этой машине, по мнению авторов фильма, может ехать никто иной, как отстраненный от большого спорта Виктор Чогин. Тренера, которого отстранили по жизни на тренировок за череду громких допинговых скандалов. Правда, самого лица экспортсмена нет. Ссылки на подтверждающих его присутствие рядом неких инкогнито. В фильме один из абзацев закадрового текста посвящен советнику министра спорта Наталье Желановой. Только косвенные слова и вновь ссылки уехавшего в США бывшего главы московской антидопинговой лаборатории. Родженков утверждает, что Желанова постоянно вмешивалась в работу. Нагнетает эмоции рассказ о загадочной смерти бывшего исполнительного директора российского антидопингового агентства Никиты Камаева. Некий исследователь в области допинга из Дании незадолго до смерти коллеги собирался увидеться с ним. Тот обещал эксклюзив. У него было много информации, доказательств, которые должны были шокировать мир. У него были доказательства о тайных лабораториях, которые снабжали спортсменов допингом. Верить или нет очередному фильму решать зрителю. Ясно одно, продолжение обязательно следует. Причем не только телевизионное, но и спортивно-политическое. Летние игры в Бразилии и дисквалификация ряда спортсменов. Вот, похоже, какая главная цель этой телеэпопеи. Николай Соколов, Вести.